всем доброй ночи ну вот думаю сегодня сделаю еще один ролик вопросов накопилось много я сегодня сел день не смог делам был занят но оболванился сам себя как всегда подлезли начала машинкой убираю потом сам себя лезвим я показывал ролик у меня есть отработано уже как говорится поэтому я враг парикмахеров они для для них я не проношу деньги сам собой от самое ну да ладно перейдем белу ну вот комментариях очень много звучит о том что какие будут новые дома который построит после землетрясения качественные ли они будут как они будут я вам сразу скажу одно строительство такое дело что в ней тем более сейсмоопасной зоне строит дома и в ней экономить нельзя стройматериалы правильно мой коллега написал в комментариях бетона семента много не бывает как видели я выставил там ваш хабадском землетрясения уцелела вот башня с часами которые самое построил архитектор инженер голдман вот его даже то землетрясения наказали что самое превысил расход материала все такое но после землетрясения продали его потому что его строение осталось это самое то же самое и вот турции целый городок уцелел 40 тыс населением благодаря как говорится меру города этого который не давал разрешение на строительство домов тяп-ляпов человеческий фактор в основном человеческий фактор землетрясения могут случиться везде везде сейчас нельзя говорить что вот это красная зона вот это зеленая зона даже самой такой зеленой зоне может шарахнуть любое время есть построить дома как положено то жертв будет меньше а то и вообще не может быть потому что крепкий дом это уже все это и вот когда экономит строим материалах а здесь его экономили экономили на всем что можно чтобы заработать побольше бабла я это сам за восемь лет жизни в антали видел на всем что можно потому что себестоимость чтобы снизить дома шли на всякие ухудшение это ухудшение сказывается на качестве дома и естественно причинно-следственный связь уже и на жизни людей которые там это самый живут но посмотрим по живым увидим как будут строить дома но я думаю что сейчас то должны уже уроки сделать из того что тем более столько денег помощи оказали миллиарды 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 я думаю этих денег должно быть достаточно еще продолжает поступать денежная помощь со всего мира можно сказать саудовская аравия вот 100 миллионов собрала другие арабские страны объединенные арабские эмираты все мусульманские страны и евросоюзе турки собрали очень много денег я думаю этих денег должно быть достаточно чтобы построить добротные дома не экономия на материалах вот и конечно же чуткий контроль за тем как строить четкий четкий контроль но опять же в ваших комментариях это самое прозвучало то что в мерсине продолжается предлагать квартиры риэлтора ну они везде предлагают они везде предлагают но это не значит что как говорится надо бежать и это самое пожелание хозяин барин вот предлагать будут я лично как говорится к этому отношусь спокойно вот цены вот многие тут написали в комментариях что в связи с катастрофой цены могут на жилье поднимутся потому что сами турки будут покупать нет для турков которые пострадали построить дома они не будут их покупать зачем им надо покупать это все рассчитано на наши с вами карманы карманы иностранцев из страны СНГ из России у турков во первых таких денег нет чтобы покупать вот если даже и это самое покупать есть у кого это их очень мало они в свои родные края вернутся потому что в течение года как президент обещал будут построены дома все и в том числе и рабочие места так что эти люди вернутся в свои родные города уже на новые дома которые построены будут по последним как говорится требованиям системостойкого строительства вот такие вот дела я еще раз хочу сказать что строить я думаю будет очень хорошо потому что тут уже как говорится нет такого чтобы каких то вот таких причин чтобы экономить потому что на материал деньги будут выделены вот тем более это будет под государственным контролем а под государственным контролем дома все строят очень хорошо вы как видели как поликлиника больница вот это выстояла амортизаторы синхронизаторы землетрясения поставили внизу они спасли дом вообще не разрушился зданием вот сотные здания конечно так будут а такие здания арматура как положено как положено бетон и никуда не денется дом если хороший бетон хорошая армированная конструкция она не будет вот так сыпаться никак не будут сыпаться вот так как это не будут сыпаться главное чтобы арматура хороший бетон и соблюдение всех технологий все будет нормально ну естественно сейчас все вот думают будут ли другие землетрясения в Анталии других этих это только Всевышний знает будет или не будет она может быть везде землетрясение бывает сейчас и в Сахаре и в Сибири вот в Иркутской области тоже в России она может шандарахнуть везде мы не знаем завтра что с нами будет мы все под Богом живем а то что ученые говорят ученые знаете я к их отношусь очень так в Стамбуле более большая вероятность даже турецкие специалисты дают но Стамбул это вообще такой сейсмостойкой зоне там уже были несколько землетрясений я уже говорил что вся Турция вся Турция сейсмоопасная зона вся Турция вот где-то она меньше где-то больше она вся сейсмоопасная вот поэтому прежде чем покупать жилье здесь я уже говорил в сегодняшнем утреннем ролике надо трижды подумать хорошо вот ну вот насчет того что вот в НЖ по туризму я тоже свое мнение сказал вот конечно хорошо было бы если вот которые работают удаленки они бы спокойно снимали бы и платили бы как говорится налоги жили бы спокойно ну видите как ну нельзя так нельзя у них я же говорю до этих событий тоже каждый год все новые новые законы выходили не знаешь завтра какой закон выйдет Турция такая страна понимаете тем более в отношении иностранцев будут ли меня спрашивают будут ли запрет на продажу все может быть я уже говорю 50 на 50 но я думаю что такого не должно быть потому что это тоже один из источников прибыли продаж недвижимости завода фабрик например допустим да ну поживем увидим вот ну сейчас конечно оппозиционные партии есть которые прямо требует запретить я выставил вот у меня в шорсах есть прямо требует чтобы запретить все это вот ну когда говорят же что-то случается начинают друг друга это самое виноватых начинают искать но я не думаю что в этом во всех этих делах вот этого скачки стен вот таких вот особо так то и как говорится иностранцы виноваты 50 на 50 опять же вот жадность денег конечно многих погубила вот жадность денег к деньгам вот быстрой прибыли быстрому обогащению ни к чему хорошему еще не приводили а тех по домах которые построены на землетрясение в анталии тоже меня спрашивают я же вам показывал видео у меня есть плейлиста посмотрите так что вот я думаю что 3-4 балла 5 баллов то они я думаю выдержит а если вот такого удара будет 7 с лишним я не знаю я не знаю ну сейсмологи вроде бы не прогнозируют что такой силы землетрясение может быть в анатолийском побережье но все равно они много чего прогнозируют вот вот такие вот дела всем доброй ночи берегите себя своих близких пока не Justсер я я взял ты слушаю чего